В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем праздничный день сентября с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах минус 1, плюс 4, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесии без существенных осадков ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 24-26 градусов тепла. Сегодня в Республике завершается неделя здорового старения. О том, что подразумевает под собой геронтология. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет врач-терапевт Танзеля Айбазова. Доброе утро всем. Доброе утро, Танзеля Борисовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что у нас в Республике сейчас проходит неделя здорового старения. Ну, мы все знаем, что геронтология – это наука старика. Хотелось бы поподробнее узнать, что такое геронтология в медицинском понимании. Ну, в первую очередь мы сначала объясним, что такое старение. Старение – это естественный этап в жизни каждого человека. Процесс старения подразумевает собой физиологические изменения в организме человека. Также геронтология делит старение на два типа. Это первичное и вторичное старение. К первичному старению мы относим наследственность, ко вторичному – это различные физиологические, внешние факторы. Что такое геронтология? Геронтология – это изучение процессов старения организма. Также, в том числе, и изучение преждевременного старения и долголетия. Есть определенные виды геронтологии. Также это биологические, психологические и физиологические виды. Ну, и, конечно, как у доктора, я бы хотела у вас спросить, даже не то, чтобы спросить, чтобы вы посоветовали что-то для здорового старения, как говорится. Ну, для здорового старения нужно выработать для себя несколько правил, чтобы затормозить процессы старения. Что мы к ним относим? Это режим сна, правильный режим сна. Лучше, конечно, спать 7-8 часов в сутки. Есть определенное время для правильного сна – это с 10 вечера до 4-5 утра. Почему? Потому что мелатонина вырабатывается больше в организме. Следующее – это ограничить себя от частых стрессов. Также следить за кислотно-щелочным балансом. Что это такое? В общем, ну, пожилым людям нужно ограничить себя в определенных продуктах. В первую очередь, это молочные продукты. Почему? Потому что молочные продукты, они вырабатывают повышенную кислотность. Следовательно, повышенная кислотность – это благоприятная среда для вирусов, бактерий и грибов. Следующее – это поддержание хронических заболеваний. Потому что практически у всех пожилых людей есть определенные хронические заболевания. Будь со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, нервной системы, без разницы. Хотя бы раз в год обращаться к своему участковому лечащему врачу, проходить ряд определенных обследований с целью назначения лечения. Хотя бы раз в год нужно это каждому человеку делать. Также не допускать дефицита витаминов. Это тоже по назначению лечащего врача желательно. Ну что ж, это прописные такие истины, но им надо следовать, конечно. Желательно, да. И спасибо вам за информацию. Дай Бог, чтобы наши старики долго жили и здорово старели. Спасибо вам. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы «Русская редакция» в 14.30. «Вести Карачаева-Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной праздничной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.